Меня зовут Алексей Ницца и вы смотрите видеоуроки Теплицы социальных технологий. Сегодня я расскажу, как создать безопасный пароль и проверить его надежность. Самыми популярными паролями за 2014 год стали такие. Это значит, что большинство людей используют подобные пароли, а часто даже единый пароль для всех своих аккаунтов. И эти пароли очень легко взломать. Как же придумать такой пароль, который будет сложно взломать, но который можно легко запомнить? При этом нужно понимать, что взломать можно любой пароль. Это вопрос только вычислительных и временных ресурсов. На длительность взлома пароля влияет как количество символов пароля, так и их тип. Цифры, буквы, специальные символы. Такие как знаки припинания, кавычки и так далее. Лучше использовать пароли минимум из 8 символов. Рассмотрим несколько вариантов, с помощью которых можно создать сложный пароль, который также будет под силу запомнить. Таких вариантов будет 3. Первое – это использовать фразу в качестве пароля. Второе – создать более короткий, но сложный пароль. И третье – использовать генератор паролей. Рассмотрим каждый из вариантов, а также проверим надежность каждого из полученных паролей. Вариант первый – использовать фразу в качестве пароля. В качестве пароля можно использовать как любимую цитату, так и простые слова, бессмысленно объединенные вместе. Чем меньше смысла в получившейся фразе, тем более устойчивым будет пароль. Например, фразы могут быть такими – «А роза упала на лапу Азора» или «Сегодня солнце, завтра снег». Большинство паролей должны состоять из латинских букв, но это совершенно не запрещает вам создавать фразу на кириллице и набирать ее в английской раскладке клавиатуры. Теперь мы знаем, что для более сложного пароля нужно использовать цифры и специальные символы, а также прописные заглавные буквы, поэтому получившиеся фразы можно дополнить. «А роза упала на лапу Азора» – здесь я сменил букву «З» на цифру «3» и добавил специальные символы. Если я буду вводить это в английской раскладке, то пароль будет выглядеть так. Теперь я проверю надежность пароля с помощью одного из онлайн-сервисов. Перед тем, как вводить пароль, обязательно изучите сайт. Возможно, сайт может принадлежать мошенникам для сбора информации о пользователях. Для примера я покажу сайт howsecuremypassword.net, который использует защищенное HTTPS-соединение, а значит, к нему больше доверия. Ввожу первый получившийся пароль и вижу, что для взлома потребуется очень много времени, так как пароль содержит больше 16 символов. Для сравнения посмотрю, сколько понадобится времени для взлома пароля 123123. Сервис показывает, что такой пароль взламывается сразу, и он является одним из 70 самых популярных паролей в мире. Но если к такому паролю мы добавим всего два символа, это заглавную букву си и двоеточие, то для взлома такого пароля потребуется уже 5 часов. Переходим ко второму варианту. Вариант 2. Создать более короткий, но сложный пароль. Вариант 1 действительно дает возможность создавать надежные длинные пароли, но что если таких паролей у вас будет несколько? Тогда точно может возникнуть проблема с запоминанием. Второй вариант позволяет создать более короткий пароль, изначально также основываясь на фразе. Возьмем для примера все ту же фразу «А роза упала на лапу Азора». Теперь, если взять только первые буквы слов, получится «Арунла». Перейдем это в латиницу, просто введя русские буквы на английской раскладке. F-H-E-Y-K-F. Изменим регистр букв и добавим специальные символы – решетку и двоеточие. Так, мы получили хороший пароль. Теперь покажу простой лайфхак, который позволит из одного этого пароля сделать пароль для разных сервисов, так как мы уже знаем, что единый пароль лучше не использовать. И так нужно просто записать сокращенное название сервисов, и тогда набор паролей может получиться следующим. Теперь проверим пароль на безопасность, например, для почты. И сервис говорит, что на взлом такого пароля потребуется 175 лет. Таким образом мы получили достаточно короткий и надежный пароль, который мы сможем вспомнить. Переходим к третьему варианту. Вариант 3. Использовать генератор паролей. Это может быть как программа, так и онлайн-сервис. Также рекомендуется сначала проверить сайт на предмет возможности записи генерируемых паролей. Для примера посмотрим сайт generatorparole.ru. Здесь все очень просто и понятно. Можно выбрать количество генерируемых паролей и символов в будущем пароле, а также использование специальных символов. После можно выбрать пароли и выделить их и скопировать себе. Проверим на сложность один из полученных паролей. Сервис показывает, что для его взлома потребуется всего 344 тысячи лет. Пароль действительно очень надежен. Но как хранить все эти пароли или как передать пароли от сервиса, например, коллеге по работе? Для передачи паролей не рекомендуется использовать обычную почту или мессенджеры и смс. Лучше воспользоваться зашифрованной почтой с PGP-ключами. Что касается хранения паролей, то здесь рекомендуется шифровать файлы на своем жестком диске. Помимо возможности хранения паролей на своем компьютере, можно использовать менеджер паролей – программу, в которой будут храниться все ваши пароли, доступ к которому будет только у вас. Например, можно использовать сервис LastPass, который имеет расширение для большинства браузеров и упрощает работу в интернете, освобождая вас от ввода паролей при входе в ваши аккаунты. Теперь вы знаете, как придумать сложный и надежный пароль, который защитит ваш аккаунт от взлома.